всем привет меня зовут киеве тубе куб киеве кому как кто хочет только хочет пусками называет в общем-то спидра на себе контейнен bridge начнем с к цены таймеры надо после к цена начать короче поговорим о сюжете игры потому что спидран полностью почти казуальный почти скипов никаких там не будет в общем-то походу все объясню в общем это больше будет похоже на спидран сюжета да ладно и по пути если что объясню по скипам там что будет по мячам если повезет они будут в общем насчет сюжета честь можно начать с того что же такое фонда сипи это организация который изучает аномальные объекты вот это все что вам нужно знать про фонда сипи начнем с пока что главного героя нам говорят что она зовут ну тут написано d9 3 4 1 но из-за повышенной гаммы которым не нужно для спидрана да таймер не надо начинать там после к цену вот в общем играем мы за как нам варят d9 3 4 1 но по сути это неправда нет это правда но на самом деле главный герой зовут бенджамин ольвер уокер в прошлом он был сотрудником сотрудник ученым с уровнем блин 4 могу формулирует в общем научный сотрудник с четвертым уровнем допуска в общем в один прекрасный день он решил исследовать запрещенную спираль гештальта об этом поговорим позже и и в общем-то понизили до расходного материала за сотрудник до расходного материала то есть класс d до вас да это такие парни которые ну как и лабораторная крыса да вот мы просыпаемся нас ведут на эксперимент с сипи 173 ну не экспериментом нам скажут мы убирайтесь но что-то пойдет не так да я скажу насчет таймера общем вот нам говорят сейчас что сейчас там будет эксперимент с сипи также я расскажу про предысторию с чего все началось вот она наши так сказать собрать а это сипи 183 также известен как печенька да в общем думаю многие знают кто это такой если что нужно делать с ним вот что-то идет не так лучше выбежать отсюда потом говорят за один этого я делать не буду сейчас готовьте время просто скажу старт и тогда начнете так готовьтесь и старт и так все пошло не по плану так окей начнем с предыстории так и небольшой недоразумение в общем предыстория насчет этого могу сказать короче вот что задолго до начала игры на фонд напали некие повстанцы хаоса это короче ребята которые борются против фонда и степи и в общем-то они напали на фонда себе после чего фонду пришлось фонду пришлось перенести нескольких аномальных объектов другую лабораторию этого и добивались повстанцы хаоса вот и короче когда физическая сила не нужна была в делу вошел саботаж двое повстанцев хаоса то есть шпионы повстанцев хаоса решили проникнуть в лабораторию и они притворились сотрудниками класса д твой сотрудниками учеными да и вот они решили перестроить все лаборатории с нормальных до на вот эти вот лабиринты и все пока что насчет этих ребят пока что ничего не надо говорить вот тем временем сейчас я немножко по игре расскажу у меня все плохо в общем в игре рандомная генерация как вы могли понять и сам ужасная генерация могла бы быть в общем сейчас я ищу с 514 это машина и у меня очень плохой сидит я не могу в общем почему же случился резонанс это все теории но не резонанс а это катастрофа вот это вот это все теории но я думаю рассказать стоит в общем из-за в общем вот эти вот два сотрудника как раз таки устроили весь этот хаос вот эти повстанцы хаоса которые да они проникли когда в лаборатории там перестроили все и им нужно было все уничтожить и такой план был таков они сначала выпустили степи 106 кому знает кто-нибудь надеюсь что это дед который у которого есть карманное измерение второй доктор он пошел к спину 079 и сказал мол ты свободен и иди уничтожай короче это степи 079 открыл все камеры и случился этот резонанс наверно непонятно объясню потому что в игре происходит полная дичь в общем да это рандом сид и здесь полная лажа я очень долго еще ищу нуждом не спину estimate я поставил очень это долгий и рандомный блин я короче не важно стимой 30 минут этого мне хватит и я черт возьму уже запутался в этих самых лабораториях и здесь где-то сто семьдесят третий себе короче сейчас я найду твой гребаного 914 верней наверное боже мой и надеюсь мы это самое закончим камеру трясет а это было степи 1048 а в общем-то это медведь который это медведь который орет на вас и вы покрываетесь у человеческими ушами все очень плохо я не знаю дальше как тут комментировать черт возьми у меня есть вторая карта да все плохо черт возьми могу рассказать про степи 914 которую его ищу в общем-то машина которая может улучшить вашу видео видео карта хотел сказать было бы круто который улучшает карты игровые вот эти вот и вот как раз таки сейчас еще эту машину что получит себе карты и печенька меня щас убила на хрен черт возьми короче сейчас мы его застролим так окей короче боже мой могу рассказать все что происходит по игре мы должны сбежать это главная цель господи это ужасный ран я чудом рафон себе говорил что все очень сложно будет короче извиняюсь сейчас мы рестартнем забег и надеюсь повезет короче во всей зоне 3 во всем комплексе 3 этих уровня так сказать это light зона хэви зона и транс зона чтобы пройти игру нужно пройти через центром зоны выйти либо через а либо через бы все если бы не обстоятельства которые произошли вначале ранее рано я бы во всем-то мог всего рассказал но я уже забыла все обо всем чем хотел рассказать ну короче сбежать нам надо из комплекса машина может спавниться не вначале кстати я не знаю я сейчас опять умру по глупости очень тупой выхода и беда и там разные концовки как ни странно я постараюсь пройти на любую которую смогу если не даст сит один я боюсь я не успею пустить имейту мне кажется уже минут пять-десять точно прошло окей короче спидранерам легче ориентироваться по этому комплексу огромного он сейчас я надеюсь все получится у меня вообще да все началось еще вообще задолго до вот к степи вот это же игра двенадцатого года но это не разрабы все придумали и себе там до этого был сайт сэсипи фундэшем и первой сепи завелись именно туда и потом видимо создатель игры такой решил давай по этой игре со стадим по этой по этому сайту так сказать задим игру ну и создал так тем временем я снова в поисках машины персонаж ему очередно глаза закрывать на типа в какой-то из истории говорилось что блин можно это делать но это раздражает асипи 173 и потом что-то там к это дичь с ними случилось в общем и все очень плохо было так колотить прикол в том что 173 спавнится определенных комнатах всегда то есть то что он здесь заспавнился это ни капельки не удивительно проклятая печенька сейчас досадом будет если я опять в тупик выйду и здесь он тоже заспавнился сейчас черт вот здесь вот он со 173 место где он спавнился рандом вообще нет ну нет вообще есть он уже может заспавнился иногда не может дать твою налево ну это марафон это марафон да я обожаю да удачи мне сейчас игруешь пройти и степи номер один за секрет чем я если честно там насчет 0 1 себе что мы так кстати говоря не первые себе вообще то что что ты делаешь я играю на сложности сейф здесь когда моргаешь да вот это 173 не так далеко ты опыта и благодаря этому его легче контрить сейчас думаю где же машина может быть если мы ее найдем то мы уже продвинемся подальше и скорее всего даже закончим эту игру наверное на самом деле не знаю чем говорить так что если у вас что-то есть интересное можете спрашивать потому что я сам по себе вообще скучный ранил я вообще никто я вообще планировал рассказать весь сюжет но да и как я говорю из-за обстоятельств я вообще растерялся и запутался нафиг давайте чтобы это самое потом не тупить я лучше вот этого сделаю концовки стримишь вообще есть у каждой концовки то есть у каждых ворот есть по 2 концовки а и б то есть а1 и а2 и b1 и b2 вот надеюсь никому это используем но в обоих концовках б вы умираете да а в обоих концовка вы не умираете и в одной концовке нас ловят повстанцы хаос эти самые как по мне это не самая каноничная концовка и это самое и а2 в ней вас ловят могут это сотрудники фонда как раз таки и они нам говорят что а вы спит уважаемый как прошли через весь комплекс и вас не убили вообще откуда вы знали про всех и степи в общем суть в том что главный герой по факту этой степи и степи по сути то это его способность это мы то есть игроки то есть мы допустим знаем больше чем главный герой и благодаря этому мы эту игру проходим как я говорю системы здесь лабораторно очень стрёмно и я уже нафиг запутался дальнейшем буду передвигаться с навигатором что мне гораздо простит работу моя валилуя наконец-то но сейчас предстоит еще один рандом почему мы закидываем навигатор карты газ маску и еще одну карту чтобы это самое чтобы это все дело улучшить даша будет блеск ранга очень большой все как и говорил прохождение будет практически казуальная просто так стоп да практически казуальная потому что рандом процент вообще нет ничего спидранерского почти человек должен просто знать игру вдоль и поперек как я это умею знаю обычно в таких седах как этот я вообще рестарчу рано и ни о чем не думаю да кстати 106 может заспавниться тут если вы будете долго экспериментировать с этим на себе и так что я сейчас делаю спросить его я делаю сэвлоуд абьюз то есть каждый раз когда я делаю сэвлоуд то что вот это там выпало это ресетается и рано или поздно мне выпадет самая лучшая карта в игре это умникарт это 6 карта по очереди на получается в игре разу 3 4 5 вот она кстати мне очень повезло однажды я рандомил эту карту около пяти минут вот и сейчас мне нужно вернуться к и себе 049 но если быть точнее это не спину 49 всего лишь его место спавна где он дальнейшем из которого в дальнейшем он будет из которого он там появится в общем сейчас вы поймете так я правда делимо такая шоу не помню где он кей попробуем вот так вот помню там так 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 где я вообще нахожусь а то может быть нет наверняка это в этой комнате уже был а он тут окей в общем вот эта комната мы отключаем здесь флагдаун дабы пройти через ворота хэви которые там 8 во вторую зону по пройти нам нужно отключить здесь вот замечательно локдаун там же две вариации я сейчас подожди я сейчас перечитаю твое сообщение изменяюсь так уж это вот он 049 этот чай у нас будет нам будет мешать всю игру короче может заспавниться в любом месте в любом месте да и сейчас я иду хэви зона наконец-то спустя многое времени и наверное вы вообще ничего там не видите потому что по какой-то причине когда вы держите навигатор то экран заменяет затемняется так сейчас я чекну что у нас здесь и это это ужасный роддом у меня 079 супер компьютер заспавнялся очень в плохом месте да она я думаю все равно смогу пройти игру но при этом и фирма не ложусь поистимой к сожалению она сейчас все все ускориться за счет навигатора так вот я здесь сохранюсь и пройдут вот сейчас подальше а где все специально почему степи просто гулять они в дальнейшем придут когда мы войдем в этом зону и мы начнут их ловить кеме повезло здесь ничего нет и так смотрите в общем заходим в хэви зону наконец-то напомните какое время на таймере так глобальный таймер что я не предполнимаю такого кстати вот это я не зря взял 1511 если куда не было то я бы скорее всего уже это самое того так здесь у нас маска не нужно нам и себе в общем счастье как вы видите навигаторе есть такие тупики ну типа вот эти вот боже и в этих тупиках обычные сепи находится боже и очень сложно комментики сепи когда еще за мной будет гнаться грёбаный дед да вот это 106 который появился по скриптам вот игрок кстати как-то об этом узнал банджур из я его кстати это плохой рандом и сейчас дед залезет этот лифт и я сделал полную дичь пожалуйста ты не придешь сюда спасибо в общем это камера содержания и сепи 049 так я наизусть помню как то место выглядит поэтому мне не сложно будет пройти и кстати дед ушел к счастью спасибо деду о боже я забыл так черт возьми это все по скриптам кстати он здесь появил вам себя здесь появляюсь после активации этих рычагов все мы сейчас на другой стороне будем не будем надеяться что 0 0 8 будет подносим ком я сохранился перед смертью это лучше ран и здесь нет авто сейвов здесь нет вообще ничего здесь нет в общем у меня нет даже сейва который там где-то рядом был до этих моментов в общем сейчас либо начинать сначала либо блин и кисать сид ранить отлично я точно сегодня темно этот самый короче я не могу это комментировать у меня нет слов это ужасно рано это марафоне последний кстати все пошло максимально не по плану итак начинаем заново сейчас я буду искать первую карту потом вторую но надеюсь я не сильно сейчас затянусь постараюсь максимально сейчас реабилитироваться так стоп не ну кстати у меня есть тогда время пройти на каноничную самую концовку а именно с поимкой главного героя как я говорю вот он присвоит к классу и сепи потому что он умеет делать сейв лоды как и все персонажи видеоигр получается ломание четвертой стены до на проходит максимально казуально надеюсь вообще не скучно стараюсь комментировать но у меня такого рана нет так и нашел навигатор все на есть сейчас и сепи 914 найдется максимально быстро будем на это надеяться о а можно было спир раз так слушайте самом деле это идеальный расклад вот обычно вот такие раны я не ресторча ну все сейчас все быстро будет я знаю где себе 49 и мы сейчас быстро вернемся к тому месту где умер так лично если повезет даже наткнусь на еще один первый полный последний клич в этом ранее сэв лод хэйт абьюз то есть можно с помощью силу лоду вся короче наверх поднимать она да я забыл сказать что блин наверное очевидно но для каждой концовки нужно определенные условия для концовки а2 нужно запереть деда в своем кубе в его камере содержания для концовки b2 нужно нет стоп для концовки а2 нужно дед запереть а для концовки b2 нужно отключить боеголовки но несмотря на это вас все равно убьют во второй концовке b это неизбежно да мы сейчас будем очень долго ждать выпадение о мне карта да вот мы общались насчет и ранга марафона я вчера когда стримим максимально малились на что что мне повезет все дома даже если сид хороший как видите вот это место может вас подвести так что еще можно рассказать при себе чем все интересная профессионал этой вселенной ну как именно именно по игре профессионалного а других и себе там и не шарю вообще я рад что и до сих пор осипе поддерживают в плане что пускай даже игры какие-то вот недавно например вышел мультиплеер и сипен в steam которого можете спокойно поиграть про всех опасных и спи рассказать ну и в игре все сипи они опасны там 106 например самый опасный по сюжету если враги между собой я думаю они нейтрально как-то относятся к друг другу отлично я не знаю я выбрали на улице на я сказал в пределе игры я могу рассказать про многих именно которые выиграли на улице периферического сипи в общем это если 372 он безопасный на просто мимо вашего взгляда при моргании может появиться но он при появляться только в том случае если вы заходили в его комнату на самом деле уже про многих и теперь рассказал вообще я думаю без меня много кто знает какие сипи в игре и сипи 205 он уверен был что я не припоминаю такого это по моему лампы лампы это помню да не помню безопасны но если вы войдете в их камеру но это евклик по сути на небезопасно но если вы там их подреложить они вас я уже не знаю сколько я я не знаю уже сколько времени идет да кстати банджур исправим соус ли себя проверка про апгрейдить вы будете очень быстро бегать и кстати это юзать в одной из категорий там чуваки ранят игру за две минуты да вот прошло мир уже 30 минут а я только на желание умникарты это помните недавно горюшу я там буду пять минут пять минут однажды выбивал да вот эти вот детские категории не процент вообще мне не интересует там сет сид вообще на это этот самый для пусичок рандом сид это для этих для другие миров б команды и можно прописывать и беспонят помоя в себе счетов играю я не смогу это сделать кой сыпает колени сколько я уже нажимаем магнит те же кнопки и кстати это это полностью рандом этой не зависит нет фпс и нет компьютерами одно и то же ну да ладно не торопится никто спокойно сейчас закончим игру черт ну сколько можно уже я не могу не я не поздно нажал потому что и как видишь они меняют свое положение когда не меняют то это значит что все хорошо видишь они там час карты теперь поменять положение то есть если бы ними не меняли то все нормально ой то все ненормально было бы команду я не знаю как к команда 4 100 карт мне кажется уже все загрузочные экраны которые могли проиграли там ну да это самый интересный мир вам что ранее пытаться делать я пытаюсь выбить карту омни карту уже минут 10 и десяти лет не прошло погнали ну все наконец-то сейчас спидран как минимум ускориться на вану я уже все потерял мне кажется поехали снова отключаем локдаун все как обычно на марафоне думаю я побыстрее карту выбью 7 минут это это очень долго это максимум я 5 попырьковая это делал и максимально мне было 5 минут короче если еще раз тупой сейв сделаю до софт лучный то в жопу я короче просто сети заранее и все отлично у меня очень хороший рандом как вы могли заметить окей слышал этого да вот я знал что он здесь окей здесь пожалуй сохранить я не уверен что ну познакомьтесь это acp 096 что ж про него рассказать на него нельзя смотреть и буквально недавно блин в этой комнате у меня появился cp 173 и они были в одном так сказать диапазоне взгляда ну короче они оба были на моем взгляде и прикол в том что на дому нельзя смотреть она другого и надо смотреть и все это был один раз и это очень кстати долгая к цену вообще так и у меня еще одна фигня господи я ненавижу это место здесь есть небольшой шорткат типа сейв лодами это сделать но я пожалуй его делать не буду так есть и могут открывать двери да по моему все часто 73 здесь будет да нет не будет вот в таких местах иногда появляются они отлично мы нашли деда короче я сейчас его за запил для каноничной концовки потому что я хочу мне уже нечего терять итак мы нашли если пик с помощью которого мы пройдем игру сейчас короче мы отключаем это короче зомби заражать и я не знаю как это описать на общем вирус которую нужно включить дабы пройти в антрон зона боже мой у меня произошло самое страшное что могло все произойти это спава 049 в этой комнате я боже я короче пожалуй не будем сегодня деда выпускать запускать обратно давать давай да я хочу прийти на концовку где я умру и все больше нет слов как я понимаю компьютер у нас правой части что опять такая же комната в правой части комплекса какая каноничная концовка по мне каноничная концовка с пмк и главного героя сотрудниками фонда в общем они его ловят и причисляют к себе вот и получается что вообще да по сути главный герой то есть и себе как я говорил уже ранее так может все же запрем да не получится блин там этот грёбаный и теперь нос враги помешал окей сейчас я пошел в третью зону я вошел в третью зону и я вам здесь прав демонстрирую сижу в лич короче смотрите если вы будете нажмите сразу сейф после загрузки и короче вас начнет поднимать вверх так секунду все вот меня подняла я сейчас иду туда твою налево я не пойду туда это самый ужасный рандом ну ладно как вы это сделали как они прошли мимо этого и себе черт возьми да это больше теперь похоже на казуальное прохождение не на спидран не мог сейчас через лес пройти но я вижу вот там вот угол вот этот вы видите прекрасный угол короче ё-моё опять пользуемся этим ключом и мы можем залезть пожалуйста можно и короче если сделать еще один сейвлоу такой то вы улетите в out of bounce и вам это за руинит ран потому что из-за вот в баланс практически невозможно выбраться да и ран будет этот нелегальный короче вообще сейчас я могу крупно это самое я надеюсь мы закончим на ветра я думал что сам ремонт контроль который нужен мне для прохождения но оказалось что ремонт контроль у нас правой части комплекса правой части этого короче говоря антрон зоны и нам снова нужно здесь все влод хейт абьюз этот самый только через эти стекло потому что это стекло прозрачное мы можем сквозь него пройти если мне повезет конечно так сколько там минут на таймере мне кажется блин вообще максимально все потерял да не получается прыгнуть ох получилось в кей 38 черт возьми у меня мало времени а вот виде вот этот угол вот мне туда и после того как я вернусь к степи 079 на снова надо туда вернуться короче вот эта комната замечательно в общем отключаем ремонт контроль и сейчас нам нужно вернуться в хэви зону дабы договориться с компьютером он нам скажет пожалуйста верни ремонт контроль и я тебе открою ворота и нам нам нужно будет опять земли этот тупой клич если это так можно назвать и у нас там застряли чувачки так пожалуйста скажите что здесь ворота спасибо ну да рандом сид не жалеет в принципе я тебя не ожидал здесь видеть так окей погнали компьютеру а вообще у меня рекорд 11 минут но вам лучше не знаю сколько был попыток попыток в том спидране у меня вообще до этого рекорда сколько был попыток и так я не помню где сипи где сипи 079 окей сейчас будет увлекательный летсплей по поиску и сипи 079 и так по по моему он вообще не здесь и по моему сейчас тут этот вот да я загружусь тогда извините меня за такой долгий спидран это летсплей самый быстрый зато и зато другими я спидране к категорию рандом процент короче говоря насчет спидрана у меня 500 попыток за все время а за все время то где за месяц и два а я вспомнил где у нас компьютер и это очень плохо что я вспомню потому что это капец и вообще я не знаю точно ли я это вспомнил правильно надо вернуться в лайт зону я просто не помню то в этой попытке было или нет это было не в этой попытке черт я не знаю что мне делать я разочарован так у нас бессонники обитают добрый вечер и так наконец-то мы с ним договариваемся и возвращаемся наконец-то и хотите блин прикол я почему я сразу не знал что здесь сипи 89 окей хорошая новость мы сейчас закончим игру я не знаю короче на какую концовку пройдем на такую пройдем у меня уже нет сил и по моему могут уже здесь я сейчас открою дверь меня убьют здравствуйте я вам мешаю уважаемый так в общем делаем с его это бьюз окей наконец-то идем назад да вот чудо мы сейчас закончим игру верить нет вообще самый кринжовый ран напомните какое время я успею за сап час так отлично мы направляемся прямо в конец прямо в конец сейчас будет если вот и если мне повезет да я успею так отлично кстати забавный факт он тут говорит что типа гейт би ворота открытым а он не говорит про ворота а спасибо он погнали через б пускай нас убьют лишь баран закончился ну ладно веселый ран короче готовьте время сейчас я вам скажу когда нам заканчивать ран итак стоп итак какое же время это кстати концовка b1 мы сейчас просто взорвемся от этого взорвемся от ягерной бомбы 46 20 что сейчас 46 37 отлично это лучше ран в общем сипе 682 нарушил условия содержания и выбрался наружу и чтобы его убить сотрудники фонда решили активировать боеголовку ну и все спасибо что смотрели на есть вам понравилось смотреть казуальное прохождение спасибо русску за проведение трансляции за приведение рана этого прекрасного спасибо спидран комьюнити а степи за то что до сих пор поддерживают эту игру прекрасную вот нам дают достижение зато без что сыграли на ночь всем спасибо всем пока можете меня отключать спасибо спасибо